Скейтбординг, скалолазание, райдинг, брейкданс. Уже в августе молодежь второго по величине города Ульяновской области сможет заниматься экстремальными видами спорта на новой площадке. Кстати, инициаторами создания площадки стали сами спортсмены. О том, что им негде заниматься, ребята рассказали в видео, выложив его в соцсети. Набрав больше 200 тысяч просмотров, ролик попался на глаза губернатору. Нас заметил губернатор Ульяновской области, который очень сильно оценил нашу инициативу и, собственно говоря, выделил из областного бюджета 6,5 миллионов рублей на создание данного кластера. Площадку для занятий экстремальными видами спорта разместят на стадионе «Старт». Ход работ на контроле у регионального министерства спорта. Подрядчик уже демонтировал старые трибуны и ограждения. Начата укладка асфальтного покрытия. Закуплен контейнер для инвентаря. Само производство скейт-парка в производстве были закуплены материалы. Металл, фанера логостойкая. Все нужные материалы уже в пути. Мы не видим никаких проблем для того, чтобы изготовить данные конструкции строго по графику. Скейт-парк в Димитровграде будет больше, чем в Ульяновске. Предусмотрено место для переодевания и отдыха. Но областной центр в обиде не оставят. По словам Николая Цуканова, в 2020 году запланировано переоборудование ульяновского скейт-парка. У нас есть тоже перспектива развития этих площадок и в других муниципальных образованиях. Это связано с тем, что это молодежный вид спорта, который уже включен в программу. То есть спортивные и олимпийские игры это планируется развивать. И самое главное, что это подростковая часть населения, которую нужно с улицы ввести на то, что модно, молодежно, интересно для них самих. Димитровградская площадка будет доделана к 15 августа. На открытие запланировано провести фестиваль экстремальных видов спорта, на которые приедут ребята из Ульяновска, Саратова и Самары. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.